Египет Богатейший источник археологических находок на планете Ничего себе! Эти пустынные пейзажи скрывают секреты древней цивилизации Никогда такого не видел! На протяжении целого сезона раскопок Наши камеры следили за напряженной работой ведущих специалистов-археологов Критический момент Они проникают в тайны прошлого Нам сегодня повезло Ух ты, сколько мумий Ужасный запах И совершают открытия, способные переписать историю древнего мира До сих пор у нас не было доказательств Отсюда все и началось Боже, я такого не ожидал На этот раз мы раскроем секреты золотых сокровищ Тутанхамона Первый раз такое вижу Разгадаем тайны, погребенные вместе с юным царем почти три с половиной тысячи лет назад Здесь определенно что-то есть Алехандро исследует гробницы правителей юга Которые могли служить великим фараонам Потрясающе! Джон и Мария отправляются на поиски затерянных в пустыне каменоломен Тутанхамона У меня аж сердце зашлось А Надзому удается обнаружить гробницы с останками придворных Тутанхамона Ходить туда опасно Затерянные сокровища Египта Тайны Тутанхамона Египет Родина одной из самых загадочных цивилизаций в истории человечества Пирамиды и долина царей Места захоронения могущественных фараонов Из 63 обнаруженных в долине усыпальниц Есть одна, которая не сравнится с остальными Ее тайны будоражат воображение Гробница Тутанхамона Мальчик-царь умер в 18 лет Но сокровища, найденные в его последнем пристанище Сделали его самым известным фараоном всех времен и народов Бесценные артефакты из гробницы Выставлялись в музеях разных стран мира Но теперь они возвращаются в Египет Каир В тени великих пирамид Здесь идет строительство музея И исследовательского центра стоимостью миллиард долларов Египетский музей впервые за сто лет Разместит все пять тысяч драгоценностей Тутанхамона В одном месте Среди важнейших экспонатов Золотой гроб Тутанхамона Реставратор Ахмед Абдрабу возглавляет подготовку к выставке Нужно быть очень осторожным Для меня большая честь быть ответственным за Реставрацию одного из величайших шедевров Коллекции Тутанхамона Золотой гроб Возможно, наиболее ценный предмет Из всех сокровищ гробницы Тутанхамона Когда команда Говарда Картера Открыла усыпальницу в ноябре 1922 года Они обнаружили множество украшений и предметов обихода Которые могли понадобиться царю в загробной жизни Шесть разобранных золотых колесниц Трон, запасы еды и вина За перегородкой оказался каменный саркофаг с позолоченным гробом В нем находились еще два гроба Последний из которых был сделан из чистого золота И украшен драгоценными камнями А внутри была мумия Тутанхамона В великолепной посмертной маске Самая знаменитая находка египтологов Ахмеду нужно узнать, как древние мастера Изготовили золотой гроб Тутанхамона Он сделан из дерева Но снаружи покрыт тонким слоем чистого золота Нужно быть чрезвычайно осторожным Потому что я имею дело с величайшим из шедевров С помощью приборов Ахмед обнаруживает удивительную вещь Толщина сусального золота от 14 до 18 микрон Древние мастера умели делать золотое покрытие тонким, как термоусадочная пленка Но когда требовалась безупречная отделка Никогда не наносили золото непосредственно на деревянную поверхность Ахмед рассматривает шедевр поближе И находит секретный слой между золотом и деревом Первый раз такое вижу Ахмед приблизился к тайне, которой 3300 лет Известной только лучшим мастерам фараона Это слой ткани Скорее всего, льна Древние умельцы использовали льняные бинты Чтобы сгладить неровности дерева И создать идеальную поверхность для нанесения тонкого слоя золота Почти 3,5 тысячи лет спустя Мы все еще разгадываем тайны Тутанхамона Ахмед ищет новые подсказки В 684 километрах к югу от Каира Находится древняя крепость Асуан Именно здесь Тутанхамон Разместил своих наиболее доверенных людей Для защиты южной границы между Египтом И богатой золотом Нубией Профессор Алехандро Хименес Серано Возвращается к раскопкам 12 сезона На древнее место Кубет-Эль-Хава В поисках элиты, которая когда-то здесь правила Мы обнаружили захоронение знатных людей Не только правителей, но и их родственников и приближенных На протяжении 16 лет профессор Алехандро Изучал захоронение правящих семей юга страны Которые служили могущественным фараоном Таким, как Тутанхамон В 2017 году он нашел могилу брата Саренпута II Могущественного правителя Асуана Теперь Алехандро вернулся сюда В поисках новых сведений об этом могущественном клане Хорошо, спасибо Кажется, есть что-то интересное Пойдем Находка, которую он так долго ждал Очень интересно В 64 километрах к северу от Асуана Расположены песчаные карьеры Гибель-Эс-Сильсила Освоенные во времена правления великих фараонов В каменоломнях этой местности добывали материал для возведения Луксорского и Карнакского храмов Будем! 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 Джон Уорт и доктор Мария Нильсон Уже восемь лет ведут здесь совместные раскопки Они живут в плавучем доме на Ниле Нильс, слушай! Вместе с командой археологов Они следуют тайны древних египетских каменоломен В этом году Джон и Мария со своей собакой по имени Картер Хотят разгадать древнюю тайну Правда ли, что Тутанхамон, как и другие могущественные фараоны Использовал эти каменоломни? Вечно опаздывают Сегодня им вместе с рабочими Нужно добраться до отдаленного места в огромной египетской пустыне Но долгая дорога через реку Нил съедает драгоценные утренние часы Опаздывает уже почти на полчаса С каждой минутой остается все меньше времени на работу Рабочие наконец-то на берегу Охота за сокровищами Тутанхамона начинается Еще один день в раю Солнце, песок Грязь Грязь, камни Вареные яйца и огурец Дальше дороги нет Чтобы добраться до места назначения Им придется пройти пешком 800 метров По крутым скалистым склонам В жару и с тяжелым оборудованием Ладно, ребята Вы готовы? Да Отлично Начинаем Из-за опоздания Джону и Марии придется разделиться Чтобы охватить больший участок до того, как стемнеет Джон намерен найти дома рабочих, которые трудились в карьере Готовы? А Мария ищет доказательства существования этого карьера В период царствования Тутанхамона Сегодня наша задача установить, что все это началось в годы царствования Тутанхамона Пошли, ребята! Джон направляется прямо к древнему поселению Возможно, когда-то здесь жили рабочие карьера Если он найдет гончарное изделие с характерными чертами, то сможет датировать место Смотрите, сколько черепков! Отсюда мы и начнем! Где самый безопасный путь? Мария ищет ключи к разгадке тайн карьера Который оставался нетронутым долгие тысячелетия А в 64 километрах к югу, в Осуане, рабочие ведут раскопки недалеко от гробницы Саренпута II и находят древние следы долота Это удивительно, потому что у нас уже есть образцы резьбы, но этот участок более гладкий Поэтому, пока мы понятия не имеем, что ищем Эй, 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 смотрите-ка Песок уходит вниз Вероятно, под землей есть помещение Я уже видел такое, когда мы исследовали захоронение Это может быть гробница Но спрятано ли под золотым песком какое-нибудь сокровище? Алихандро и его команде придется немало потрудиться Прежде чем они найдут то, что скрыто под руинами в некрополе Кубет-Эль-Хава Мы видели резьбу на гладком участке около 10 сантиметров Сейчас он увеличился втрое Если это гробница, то она может принадлежать главе одной из самых влиятельных семей Египта Смотрите Да Взгляните, это, вероятно, усыпальница Придется еще немало потрудиться, чтобы расчистить Но я уверен, что мы нашли погребальную камеру Всего в 50 метрах отсюда усыпальница главы могущественной династии Саренпута II, правителя Асуана Возможно ли, что гробница, которую Алихандро раскапывает неподалеку, принадлежит кому-то столь же выдающемуся? Эта гробница демонстрирует величие царей Их власть и могущество Саренпут II был богатым и влиятельным правителем Он был великим военачальником, наследным принцем Асуана, членом правящей династии С острова Наниле они контролировали ворота в Африку и устанавливали важнейшее правило торговли на побережье Африканские торговцы привозили для фараонов предметы роскоши Такие как черное дерево, леопардовые шкуры и страусиные яйца Но главное, они привезли из Нубии золото, которым заполнены гробницы могущественных фараонов, в том числе и Тутанхамона Погребение Саренпута II всего в нескольких метрах Хорошо Команда Алехандро раскопала крошечные отверстия, вход в древнюю гробницу Здесь есть термиты Для нас это хороший знак, потому что возле деревянных гробов всегда термиты Великий момент Наконец-то гробница откроет свои тайны Это потрясающе Какие-то бинты Даже кости Есть закрывающая плита Вон там Роскошная, огромная гробница Алехандро видит только верхнюю часть гробницы Его команде потребуется несколько дней, чтобы раскопать и найти сокровища 644 километра к северу Саккара Археолог-профессор Надзо Муковаи вернулся на плато Саккары в третий раз Продолжаем копать Хорошо Он ищет могилы правителей, приближенных к Тутанхамону Нетронутая гробница в этом районе может быть полна золота и бесценных сокровищ Здесь когда-то был центр управления экономикой Но гробницы высших чиновников, которые руководили страной, так и не нашли Надзому обнаружил вход И надеется, что он ведет в гробницу В этом году он намерен ее открыть Ход обложен кирпичом В конце туннеля Надзому находит стену из кирпича сырца Истеллу Камень с надписями, высеченными в память об усопших Это ключ к разгадке тайны, скрытой за кирпичной стеной Если мы будем копать под камнем, то, скорее всего, найдем дверные проемы Но пока мы видим, что вход засыпан песком и щебнем Это многообещающее свидетельство того, что Надзому уже на пороге значимого открытия Он знает, что на всей этой территории расположены погребальные камеры сановников А в нескольких сотнях метров от него находится последнее пристанище одного из доверенных слуг Тутанхамона В 1996 году археологи обнаружили скалистый хребет, погребенный под песком пустыни Внутри они нашли гробницу Когда они убрали песок из входной камеры, то увидели потрясающее изображение на стене Юный царь Тутанхамон, сидящий на коленях у женщины Они узнали в ней Майю, кормилицу, которая вырастила мальчика-фараона Это была ее могила Сколько еще его приближенных скрыто глубоко под хребтом? Команда Надзому осторожно убирает Стеллу Это первая находка Мы в предвкушении В палатке для полевых исследований Надзому может рассмотреть Стеллу поближе На ней изображены три бога Саккар, Тодд и Анубис Все они так или иначе связаны с подземным миром И Надзому уже где-то их видел Изображения Саккара и Анубиса выгравированы на обратной стороне знаменитой посмертной маски Тутанхамона Может быть, это еще одна подсказка И за кирпичной стеной в конце туннеля действительно находится гробница В шестистах километрах к югу, в каменоломнях местечка Гебель-Эссиль-Сила Джон и Мария ищут доказательства существования потерянной каменоломнии Тутанхамона Идите в расщелину, затем следуйте вдоль нее Обогните большой камень Для подтверждения гипотезы, что это каменоломня Тутанхамона Им нужно датировать ее И один из способов – обнаружить характерную голубую керамику Это нужно для хронологии, чтобы отнести объекты к периоду правления Тутанхамона Мария ищет ключи к разгадке в каменоломне, которая была заброшена на протяжении веков Иногда мы находим надписи лишь благодаря Солнцу Она работает с коллегой-археологом доктором Нильсом Биллингом Смотри, Анг! Прямо тут! Ого, где? Анг в переводе с древнеегипетского означает «жизнь» И это сочетание звуков есть в имени Тутанхамона Мария и Нильс надеются найти полное имя Тутанхамона Которое, как они ожидают, будет написано на царской печати Известный как «картуш» Если его здесь обнаружат, оправдаются предположения, что карьер когда-то служил на благо фараону Итак, мы знаем, на каком уровне искать Так что давайте просто обследуем местность Хорошо Такая находка может означать, что молодой Тутанхамон добывал здесь камни для масштабного строительства, ранее неизвестного археологам Нильс! Сюда! Тут кое-что есть Мария продолжает свою охоту за доказательствами того, что эта древняя каменоломня, затерянная в пустынях Египта, когда-то использовалась Тутанхамоном Она ищет картуш, которым фараоны отмечали свою собственность Да! Картуш — это не просто иероглифы Древние египтяне считали, что он обладает магической силой В 1922 году Говард Картер обнаружил в гробнице Тутанхамона саркофаги с мумифицированным телом В усыпальнице он нашел два картуша, которые, как считалось, обеспечивали мощную защиту от злых духов Семь иероглифов составляли имя Тутанхамона Еще три знака — словосочетание «Правитель Фиф» На втором картуше были изображены солнечный диск и жук с корабей, символизирующие бессмертие и возрождение Эти могущественные знаки призваны были помочь душе фараона найти его тело и воскресить его Нильс расшифровывает иероглифы на склоне карьера У нас есть имя Тутанхамон Это буханка хлеба, ее фонетическое значение — «Т» Птица — это «Ут» Потом «Анх» «Амон» можно прочитать здесь Перо — это звук «А» А этот иероглиф — знак памятника, который читается как «Мон» «Амон» Тут — «Анх» «Амон» Но кое-что бросается в глаза Эти волны представляют собой звук «Н», но на самом деле второе изображение здесь лишнее Это необычно, тогда уж здесь, наверху, должна была быть еще одна буква «Т», чтобы сделать слово полным Нашли ли они печать Тутанхамона или просто древние граффити? Шестьсот километров на север Саккара Надзому разыскивает гробницы ближайшего окружения Тутанхамона Его команда ведет раскопки Как надеется Надзому, это захоронение времен знаменитого фараона Если он прав, то это будет величайшая удача за всю его карьеру Сейчас они уже на подходе к многообещающему открытию Сегодня утром мы нашли три мумии Мумии могут дать важнейшую для поиска в гробнице информацию Поэтому Надзому привлекает эксперта по мумиям, профессора Салиму Икрам, которая помогает ему в расшифровке информации Вначале осмотрим мумию Она прелестна И расположена несколько иначе, чем другие В этой местности большинство мумий обращены головой на юг А эта мумия смотрит на север Теперь понятно, почему так Видите, здесь есть эта полоса Лента с двумя красными линиями с обеих сторон Это очень характерно для коптского периода Коптский период – это эпоха христианства в Египте Начавшаяся спустя полторы тысячи лет после правления Тутанхамона Но Надзому нужно знать, все ли мумии относятся к этому позднему периоду Ключ к разгадке может быть в способе мумификации Мумии появлялись естественным образом еще задолго до египетских фараонов Поскольку трупы высыхали в жаркой пустыне Первые египетские жрецы начали сознательно сохранять тела умерших фараонов Для загробной жизни, покрывая их смесью солей и удаляя мозг, кишечник и другие внутренние органы Мумификация развивалась на протяжении веков Жрецы набивали носы усопших семенами А в глазницы вставляли луковицы, чтобы создать живой образ Но в 30-е годы до нашей эры, после вторжения в Египет римлян Большее значение стали придавать внешнему виду гробов По мере распространения в Египте христианства, техники мумификации упрощались У Салима есть быстрый способ датировать эту мумию Если в останках обнаружится соль, то это может быть захоронение в древнеегипетском стиле Трудно сказать наверняка, хотя... Песок немного соленый Да Но судить еще рано А вот кристаллы Вкус не слишком яркий Отсутствие соли может означать, что эта мумия относится к коптскому периоду Для простой мумификации она почти не требовалась В гробницах Саккары часто делали повторные захоронения Но прежние останки не выбрасывали, чтобы не навлечь на себя проклятие Эта мумия доказывает, что в некрополе Саккары Делали погребения от правления Тутанхамона и вплоть до коптского периода Но гробница, которая интересует нацому, похоже, не вскрыта И есть вероятность, что первоначальный обитатель, захороненный в период Тутанхамона, все еще там Однако попасть внутрь невероятно сложно Внутри слишком жарко Если войдет много людей, кирпичи могут обрушиться Они и так хрупкие Потолок внушает опасения Команда боится, что он упадет Повышение влажности – так Вредно для конструкции Одно неверное движение, и туннель может рухнуть им на голову В лаборатории нового египетского музея в Каире Круглосуточно работает целая армия специалистов Которые исследуют сокровища Тутанхамона и продлевают им жизнь Все 5398 артефактов уже почти подготовлены для экспозиции Включая трон мальчика-царя, созданный 3300 лет назад Ахмед эль-Шейха реставрирует его к выставке У меня в планах реставрация и сохранение 122 предметов периода Тутанхамона Это работа мечты Все эти сокровища Тутанхамона могли быть потеряны навсегда Когда 100 лет назад Говард Картер нашел его гробницу Он обнаружил, что та уже давно взломана Почему же грабители оставили после себя так много сокровищ? Возможно, первыми расхитителями могли быть строители гробницы Которые вернулись в нее позднее Они украли столько, сколько смогли унести Кражу обнаружили, а шахту заполнили известняковой крошкой Но другая банда разбойников раскопала завалы И унесла еще больше богатств Затем внезапное наводнение обрушило огромную кучу камней на гробницу Тутанхамона Защитив ее почти на 3500 лет В лаборатории Ахмед пытается спасти трон На котором когда-то сидел Тутанхамон Как выяснилось, он сделан из очень хрупкого материала Впервые вижу трон из папируса После того, как команда Говарда Картера раскопала эти артефакты Она покрыла их парафином, надеясь предотвратить разложение Моя задача сейчас заключается в том, чтобы попытаться удалить все вредные вещества Которые использовались в прошлом Через сто лет некогда мягкий парафин затвердел И папирус начал трескаться Древнее кресло Тутанхамона могло сломаться в любой момент Ахмед должен действовать быстро, чтобы спасти бесценный артефакт Но он столкнулся с проблемой Природа парафина такова, что он может превратить папирус Из податливого материала в твердый Парафин сделал папирус хрупким Чтобы спасти трон, Ахмед осторожно удаляет парафин скальпелем Но время не на его стороне Восстановление может занять у меня один, два или даже три месяца Это кропотливая работа Но без команды реставраторов артефакты рассыпались бы в прах Сокровища Тутанхамона были бы утрачены снова На этот раз навсегда 644 километра к югу Гебель-Эссельсила Сделано на совесть Да Мария и Нильс думают, что нашли имя Тутанхамона, вырезанное на стене каменоломни Очень интересная находка Но ошибка ставит под сомнение ее подлинность Если Нильс найдет доказательства, то мы сможем утверждать, что это каменоломня использовалась во времена Тутанхамона Надпись большая, чтобы уж точно заметили Она официальная Теперь Нильс и Мария убеждены, что имя Тутанхамона написано здесь не случайно Это надежное доказательство того, что он владел каменоломней Обмети тут все хорошенько Посмотрим, что найдем Джон ищет фрагменты характерной голубой керамики, которая изготавливалась в период царствования Тутанхамона Начните с этого участка Он надеется обрести вторую возможность датировать это место И доказать, что здесь находилось поселение рабочих каменоломней Тутанхамона Уже лучше Мелкие фрагменты, именно то, что мне нужно Утоптанная почва в этой области доказывает, что люди постоянно приходили и уходили Джон нашел небольшие осколки разбитой посуды Что говорит о присутствии здесь людей, но это не голубая керамика Тутанхамона Где? Ладно, погоди, я уже иду Они нашли нечто удивительное У меня аж сердце зашлось Редкий амулет в форме жука-скоробея Мы неспроста так рады этому скоробею Дело в том, что если на обратной стороне мы обнаружим резьбу, это позволит нам легко датировать украшения Жук-скоробей символизировал возрождение Поэтому древние египтяне делали амулеты в форме скоробеев в качестве талисманов на удачу Их изготавливали из камня, металла и даже из драгоценных камней Вот в чем все дело На скоробеях часто вырезали символ или имя Бога Главное понять, что это за божество Ну что? Готовы? Посмотри сначала ты Отлично, надпись есть Ну-ка, я посмотрю Да! Ничего себе! Поможет ли Скоробей доказать, что это каменоломня Тутанхамона? Джон и Мария пытаются расшифровать гравировку на древнем амулете Видна часть иероглифа, наверху Им нужны свидетельства того, что здесь жили работники каменоломни Тутанхамона Вероятно, это гор Изображение гора вполне характерно для эпохи правления Тутанхамона Взгляните наверх, как раз гор пролетает Благодаря гравировке с изображением древнеегипетского бога гора Мы можем отнести амулет к периоду царствования Тутанхамона Во время его правления произошла религиозная трансформация Отец Тутанхамона, фараон Эхнатон, отказался от старых египетских богов И провозгласил поклонение только одному богу солнца Но вскоре фараоном стал девятилетний Тутанхамон Он отменил поклонение единственному богу солнца И восстановил всех древнеегипетских богов Таких как гор, под властью их царя бога Амона Найденное Марии и Джоном изображение небесного бога гора Свидетельствует, что это место относится ко времени Тутанхамона Это отличная находка Что может быть лучше? Но Марии и Джону нужны неопровержимые доказательства И они продолжают поиски ключа к разгадке Характерной голубой керамики Тутанхамона В 64 километрах к югу, в Осуане Алехандро надеется узнать побольше о семье правителя Саренпута II Команда Алехандро уже раскопала найденную гробницу И он может исследовать ее должным образом Мастерство исполнения и расположения вырубленной в скале гробницы Наводят на мысль, что это погребальная камера элиты Но никакой мумии нет Лишь находка, подсказывающая, кто мог быть здесь похоронен Это все, что удалось найти Команда обнаружила на полу гробницы интересные обломки Эти деревянные кусочки – все, что осталось от гроба Но Алехандро заметил на них необычные отметки Здесь можно рассмотреть пару глаз Вот один, а вот другой Это очи гора Они дают мертвым возможность видеть то, что происходит за пределами гробницы Их величина зависит от параметров усопшего Небольшой размер глаз и их форма подсказывают Алехандро, кто мог находиться в гробнице Это гроб с телом ребенка Совсем еще крошечного, малыша Без дополнительных артефактов и надписей, которые можно расшифровать Алехандро никогда не узнает имя владельца гробницы Ему нужно больше подсказок Судя по цвету и типу древесины Это гроб представителя высшего сословия У Алехандро есть шанс узнать больше об этой могущественной семье Поиски правителей Асуана и знатных подданных фараона продолжаются Мы не сделали шокирующих открытий Но узнали кое-что важное для нашего исследования В 640 километрах севернее, в лабораториях Египетского музея Ахмед работает над реставрацией одного из величайших сокровищ Тутанхамона Парадной золотой колесницы Как и многие ценности Тутанхамона, найденные Говардом Картером Она покрыта парафином Ахмед старается удалить весь парафин, который затвердел И сделал материалы хрупкими Операция рискованная Потому что под ним тонкий слой золота Будем использовать новую технику Очищение гелем Чтобы избежать повреждения поверхности Эта задача ложится на эксперта по сохранению культурного наследия Ахмеда Он должен изготовить специальный очищающий гель Используя ацетат этанола и уайт спирит Малейшая ошибка в пропорциях Чревата непоправимым ущербом для драгоценной колесницы Если смешать неправильно Можно повредить слои, которые покрывают колесницу То, что должно было выглядеть как густой гель Оказалось водянистым раствором Способным растворить не только парафин Такое я не могу использовать для чистки колесницы Придется начать сначала Ахмед не хочет рисковать Все надежды на вторую партию Сейчас я подложу салфетку А через 5 или 10 минут Удалю весь гель Волнительное ожидание Если Ахмед хоть чуть-чуть ошибся Колесница Тутанхамона может лишиться своего золота Через 10 тревожных минут Для Ахмеда наступает момент истины Чистящий раствор сработал Вдруг он нанес бесценной колеснице непоправимый ущерб Я просто счастлив Гель работает Теперь, вооружившись этим методом Ахмед и его команда смогут восстановить колесницу И с гордостью водрузить ее рядом с другими сокровищами Тутанхамона В 640 километрах к югу В местечке Гебель-эс-Силь-Сила Джон и Мария ищут голубую керамику Периода правления Тутанхамона Один из рабочих замечает голубое пятнышко на золотом песке Ты сделал меня Самым счастливым человеком Как они прекрасны И я, и Мария всегда говорили, что это каменолом не Тутанхамона Но до сих пор у нас не было доказательств Мария рассматривает черепки, чтобы убедиться, действительно ли они времен Тутанхамона Да, я бы отнесла их к периоду Тутанхамона Синий цвет символизирует королевскую власть, а также богов Крайне редко удается найти фрагменты керамики синего цвета Они указывают на то, что поселение существовало во времена Тутанхамона Лучшего свидетельства и желать было нельзя Превосходно У Джона и Марии есть необходимые артефакты Теперь они могут доказать, что это каменолом не Тутанхамона 600 километров к северу Саккара Надзому мечтает найти доказательства того, что здесь похоронены приближенные Тутанхамона Спустя три недели поисков он обнаружил вход в гробницу И теперь настал момент истины Для нас, археологов, наступил миг высшего наслаждения Ну, разве не здорово? Состояние потолка внушает опасения Ходить туда опасно Если потолок рухнет, погибнут люди Но чтобы увидеть, что там внутри Все-таки придется ползти по длинному коридору Запах мумий Внутри много разных предметов Я думаю, мы сделали очень важное открытие Несмотря на хрупкую кровлю и опасность обрушения Надзому заползает глубже в гробницу Риск того стоит Куда бы он ни посмотрел Повсюду археологические сокровища Сколько мумий Есть два гроба, но без украшений И разбитая глиняная посуда Ух ты Это похоже на статуэтку богини Нужно укрепить потолок Прежде чем вся остальная команда Рискнет войти внутрь Это и правда потрясающий результат Когда мы приступим к раскопкам Мы непременно найдем достаточно сокровищ Чтобы рассказать историю этого некрополя Команда Надзому вернется в следующем году Чтобы раскрыть больше секретов плато И выяснить, правда ли здесь упокоено Знать эпохи Тутанхамона А пока Надзому закладывает вход кирпичом Чтобы защитить находки Я собираюсь посвятить раскопкам здесь Всю оставшуюся жизнь Это только начало Спустя почти три с половиной тысячи лет И сто лет после смерти И сто лет после обнаружения его захоронения Тутанхамон продолжает обольщать и завораживать Вдохновляя археологов со всего мира Приезжать в Египет Чтобы вписать свои имена в историю И найти собственные затерянные сокровища Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok